Трещина на корпусе. Масло в коробке не страшное. Один поршень даже треснул. Можно увлечься и вообще поменять все. Это просто дичь. Владислав очень переживает за сроки. Нам надо спать. Мы даже нашли там шкурку бананов. Да, достоин. Что я здесь видел? Это реально жопа. Ну-ка, как же там все запущено? Вот куска резинки нету. Вот это вообще мне не нравится. С кувалды сила, спорт могила. Пугаться не нужно. О, да тут дофига всего. Ой, как тут все запущено. В предыдущей серии мы рассказали историю легендарной путешествующей машины Хаммер H2, известной под именем Желпи. А также познакомились с его хозяином Владом Шеренговским, предпринимателем, авантюристом и искателем приключений. Мы узнали о том, сколько уже пробежал по миру этот автомобиль, а Влад поделился своими ближайшими планами. Принять участие в заездах на установление рекордов скорости на льду замерзшего Байкала и попробовать силы в знаменитом ралли-марафоне «Шелковый путь». Для этого было принято решение разобрать автомобиль, отделив кузов от шасси, сделать полную реставрацию машины и перебрать все основные узлы впервые за 18 лет. В первых сериях команда отделила кузов от машины и полностью разобрала шасси. Настало время кузова. Как только я начал разбирать «Желтого» и рассказывать об этом в своих соцсетях, на меня тут же посыпались вопросы. А не проще ли за те деньги, что я вкладываю в машину из года в год, купить просто новую или вообще другую? Более проходимую или более экономную? Те, кто так спрашивают, просто, видимо, плохо знакомы со мной и нашими путешествиями с «Желтым». Однажды, начав путешествовать по миру, я сказал себе как-то, что я не расстанусь с этой машиной никогда. Для меня это больше, чем лошадиные силы или набор цилиндров. Это мой партнер по приключениям. Шутка ли? Она объехала со мной 45 стран. «Желтый» взбирался на Гималайи и пересекал океаны в морских контейнерах. Его снимали в индийских клипах и российском кино. «Желтого» можно встретить в рекламе, на обложках календарей и аватарках подписчиков. Эта машина участник множества выставок, фестивалей, форумов. «Желтый» пестрил в иностранных новостях и украшал обложки журналов. Посмотреть на него приезжает из других городов, с ним фотографировались звезды. Это история. Это машина без преувеличения легенда. Моя мечта, что когда-нибудь, когда все цели будут достигнуты и континенты изъезжены, ее поставят в какой-нибудь автомобильный музей. Где она будет стоять среди важных мерседесов, исторических деятелей и сочных итальянских спорткаров. Будет стоять там и от нее будет просто веять приключениями. Ну, о какой другой машине вообще может идти речь? За годы странствий, во время многомесячных путешествий вдали от дома, этот большой, мощный автомобиль множество раз приходил на помощь другим, вытаскивая из снега, песков, грязи и дорожных кюветов. Сейчас настал очень важный момент в жизни этого необычного автомобиля. Время оказать помощь уже ему, избавив от накопившихся проблем и возрастных болячек. После выполнения работ такой объемной реставрации, можно смело говорить о том, что он получает свою вторую жизнь. Смотрите далее. Что случилось с днищем Хаммера за 17 лет эксплуатации по всему миру? Как команда выйдет из ситуации с треснутой крышкой раздатки, которую нигде невозможно найти? Зачем в Таиланде стучали кулаками по подвеске, а в Непале по воздушному фильтру? Успеет ли команда собрать желтого обратно до старта гран-тура? И во сколько обойдутся Владу все работы такого масштаба? Я даже не представлял, что я смогу его вживую увидеть, тем более потрогать, разобрать, собрать. День 6. Я сегодня еду за новым компрессором. Решил себе поставить самый мощный Беркут. У меня до этого стояла станция 17-ая. 17-ый компрессор, но для моих нужд его маловато. У меня огромные колеса бублики. Решил поставить самую мощную Pro-серию. А как выберу, буду устанавливать, вам все покажу, расскажу. В это время все мои железки, которые отпесочили и покрасили в Steelworks, они уже уехали в Chevy Plus Люблино, где их готовят к дальнейшей обработке, антикору и так далее. И в это же самое время на севере Москвы Chevy Plus Красная Сосна. Ребята работают с кузовом. Они обрабатывают днища, обрабатывают колесные арки, зачищают, убирают там всю грязь, всю ржавчину и заканчивают работы по ТО для двигателя. Вот такие работы у меня происходят сегодня. И я покажу в подробностях, в фотографиях, что происходит. Потому что в тот момент, пока я мотаюсь по Москве, из этих сервисов мне в чаты скидывают видосы, что как происходит. Поэтому удается оперативно смотреть, предменять какие-то решения. И отдельное спасибо хочу сказать подписчикам, которые следили за этим в Инстаграме. На момент выхода YouTube ролика это уже позади. Накидали кучу вариантов, когда я только пожаловался, что у меня проблемы с крышкой для раздатки. Мне накидали объявления с авитой, нашли людей там где-то в биске, у которых целые корпуса. Еще накидали вариант, как это можно починить. Прямо это очень здорово. Вместе мы сила. Очень приятно, на самом деле, за такое внимание к переделке желтого. Поэтому, пользуясь случаем, здесь для YouTube подписчиков я прорекламирую свой Инстаграм. Там все происходит гораздо быстрее и гораздо раньше, чем в YouTube. Потому что для того, чтобы это вышло в YouTube, нужно небольшое время для монтажа. А там я практически каждый день на связи в сторизах. Поэтому переходите, подписывайтесь, следите за собой желтого. Смотрим на днище после майки. Вот такие обильные очаги в сторизе у нас присутствуют. Практически по всему кузову. Сейчас будем снимать защиту. Все это дело зачищать. Потом вытравливать ржавчину и обрабатывать. По поводу прям совсем криминала нет, но очагов очень много. Вот это вот все нужно убирать. Спереди то же самое. Были работы, которые долгие в исполнении. Нудные, вот так скажем. Это вот антикор, например. Когда нужно все старое, всю коррозию счистить с кузова, затравить, чтобы она в дальнейшем не развивалась. И это процесс довольно-таки небыстрый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот хомут-бензобак. Вот так вот он прогнил. Придется его варить делать. Здесь смотри. Дырочка. Здесь. Дырочка. Тут прям громадное. Здесь место. Для реставрации этой рамы мы подготовили вот такие вот элементы опор кузова, которые будем вваривать и усиливать эту раму. Берутся они с разборных автомобилей. Те рамы, которые не подлежат восстановлению. И металл на них в идеальном состоянии мы используем при дальнейшей реставрации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Я проверил, как сделаны сварочные работы. Теперь можно приступать к грунтованию рамы. И в дальнейшем мы уже покроем антиклой. Надо отметить, что получилось очень неплохо. Учитывая, что мы в данном случае использовали точно такие же элементы рамы, как и заводские. просто от других машин, которые были у нас в расходе. На самом деле очень много места. А кто сказал, что будет легко? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работы над желтым не сбавляют своих оборотов. В то время как на севере Москвы команда занимается подготовкой днища к нанесению антикора, на юге началась обработка рамы и всех элементов ходовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас происходит процесс покраски рамы. Я пришел для того, чтобы проинспектировать и посмотреть, как производится покраска всех элементов подвески. Получается здорово. Сначала мы их зачистили, откуда строили. Потом нанесли кислотный грунт. Ну и затем покрываем специальной краской. Все это будет черненькое, как новое. В рычаги вставим новые шаровые опоры. Данные элементы расставим по местам. Ну и вы сами видите, реставрация идет очень неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У чистки двигателя лазером я для себя определил две цели. Первая – практическая. По сути, лазерная чистка – это как пескоструйная обработка. Полное очищение поверхности металла. Только более бережные. Принцип такой. Лазерное излучение поглощается органическим мусором. Типа ржавчины, старой краски или окислений. В то время как металлические поверхности отражают его. В результате получается очень бережная чистка, не снимающая слой металла с обрабатываемой поверхности. Потому что на подложку не оказывается ни механического, ни химического, ни теплового воздействия. Это останавливает коррозию, увеличивает срок службы узла, а также позволяет прилегание всех поверхностей, крышек и разъемов сделать более плотными и герметичными. А вторая цель – эстетическая. После такой чистки невероятное удовольствие покрасить двигатель перед установкой. Всегда обожал этот момент в телешоу про реставрацию винтажных авто. Машинка после этого становится еще более игрушечной. Нет, ну а как еще себя можно порадовать? Хобби же. Всем привет! Восьмой день большой переделки желтого я встречаю в Chevy «Красная сосна», а именно нахожусь прям под самой машиной, где ребята занимаются восстановлением кузова и оценкой состояния вообще днища, как машина пробежала эти свои 17 лет эксплуатации и что же находится прямо под дном автомобиля. Ровно в том месте, где обычно располагается двигатель. С этой стороны, я думаю, немного кто может похвастаться из автовладельцев, что он видел свой автомобиль. Интересно, как здесь сохранился кузов. Вот ребята как раз занимаются тем, что снимают антикор. Я пока до конца не могу сказать точно, правильно это было решение или нет. Запаковать днище антикором, потому что с рамой это сыграло злую шутку. Получился такой некий парниковый эффект. И ржавчина очень неплохо себя чувствовала, распространяясь под антикором. Состояние внутренних сторон задних арок. Вообще больное место в H2. Те, кто владеет этой машиной, знают, что где-то через 7-8 лет эксплуатации приходится переваривать вот эти уголки. Потому что непонятно зачем. На заводе засовывают вот такую губочку. Вон там видно черный угол. Пыльник что-то такой, который задерживает влагу. И из-за этой влаги происходит гнение с внутренней стороны. Вот эти крылья я уже ремонтировал пару раз. Последний раз летом в прошлом году. И не очень удачно. Тут на самом деле очень интересная история. Я его знал еще до того, как я работал в этой компании. Я следил за его творчеством в Instagram. И когда я приехал именно в сервис Chevy Plus Красная Сосна, я его увидел, сразу вспомнил. То, что да, есть у меня такой. Часто промелькает. Машинка понравилась на самом деле. Очень интересный отвес. Интересная комплектация. Хотел бы такую иметь, скажем так. Такой очередной муторный этап по восстановлению. Буквально в ручном режиме приходится снимать весь антикорд. Потому что химии он никакой практически не поддается. Антикорд довольно старый. Задебел. Пользоваться здесь болгаркой с насадкой опасно. Не хочется повредить цинковное покрытие кузова. Поэтому вот так вот шаг за шагом все днище постепенно избавиться от антикор. Для того, чтобы его потом заново обработали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, к сожалению или счастью, не принимал никакого участия своими руками. С одной стороны, мне хотелось бы что-то сделать, чтобы был мой вклад в это все. С другой стороны, я понимал, что мои руки-руки ничего хорошего не сделают. Максимум, что я помогал, это двигали раму от кузова к мойке. И слава богу. Человек, который ценит свою машину, относится к ней, как хотелось бы, наверное, чтобы относился каждый человек к своему автомобилю, который приезжает к нам. Потому что не жалеет своего времени, внимания, ну и средств тоже. Если что-то нужно делать, то он не отказывается, не откладывает это на потом. Я сейчас нахожусь ровно в том месте, где обычно располагается двигатель, но только под днище машины. Сейчас зато есть отличная возможность разглядеть, как кузов сохранился и здесь. Повылазили какие-то проблемы, как вот это, например. Но это, в общем-то, решаемо. И слава богу, таких проблемных мест очень и очень немного. Себя могу сказать, что такая какая-то предварительная оценка состояния днища машины меня абсолютно удовлетворяет, потому что, напомню, машине 17 лет, она пробежала 300 тысяч километров, то есть большое количество климатических поясов, и впитывала в себя не только реагенты разных городов, но и много песка, много чего, в общем, повидало. Чуть ранее я рассказывал о том, что ребята удаляют старый антикор только вручную, не прибегая к электроинструменту. И я очень был рад такому решению. Дело в том, что кузов Hammer H2 очень удачно покрыт цинком, что позволило ему практически полностью избежать коррозии за эти годы. Но уже на этапе монтажа этих серий я увидел, что кое-где все же не обошлось без зачистки электроинструментом. Это, конечно же, меня расстроило. Очень надеюсь, что все работы по покрытию антикором будут выполнены хорошо, и химия закроет все оголившиеся части металла в этих местах. Сейчас мы из двух планетарок бэушных собираем одну хорошую рабочую. Для этого нужно четко оценить состояние каждой детали, бикрометром проверить допустимые размеры. И, кстати, выкрашиваются вот эти вот зубья на шестеренке. Это одна из наиболее частых проблем, которые случаются с этими планетарками. А вторая причина поломки – вот здесь вот подшипник скольжения. Он начинает разбиваться, шестеренка начинает гулять, и, соответственно, потом приходит в негодность. Из одного корпуса перекидываем в другой, собираем замечательную деталь, она стоит недешево, поэтому решили немножко сэкономить, а может даже не только сэкономить, ее в наличии сейчас в Москве нет. Деталь дефицитная. Вот питинг, видно, да, выкрашивание зубов. Это произошло от времени. У нас новые детали, полученные на раздатку. Вот пришел другой вал. Серега разбирается с раздаточной коробкой. Сейчас будем менять втулку. Вот здесь вот будем пропаивать деметом. Вот у нас сварка сделанная. Сейчас будем это вот второй корпус раздатки. Вот все наши запчасти от раздатки. Вот этот вал мы поменяем. Он там в запчастях лежал новый. Вот она, собранная планетарка. Новая, другая. А вот старая планетарка. Точнее, что от нее осталось. Вот она, дистанционная шайба, которая сюда ставится. И вот здесь тоже установлена дистанционная шайба. Так как поиски новой крышки ни к чему не привели, было принято решение запаять трещину, применив еще советские технологии из оборонки. Во всех техцентрах Chevy Plus есть такая установка, которая называется D-мет. Это порошковая сварка. Фишка в том, что благодаря вот этой вот штуке сюда засыпается в установку специальный порошок и можно варить любой металл на месте. Вот наша задача сейчас заварить корпус АКПП. Вот эта штука пришла из советских времен, из оборонки, дефицитная. Стоит денег немерено, но благодаря этой установке мы можем производить абсолютно любые сварочные работы, заделывать любые трещины. Давайте посмотрим, как Серега это сделает. Ну все, раздатку собрали, корпус задеметили, чтобы не текло ничего. Осталось поставить моторчик вот сюда вот и в принципе можно в бой. Смотрите далее. Зачем в Таиланде стучали кулаками по подвеске, а в Непале по воздушному фильтру? Успеет ли команда собрать желтого обратно до старта гран-тура? И во сколько обойдутся Владу все работы такого масштаба? Нам пришлось экстренно собирать запас запасных частей, которые возможно приведут к обездвиживанию машины. Мы собирали коробку, масла, свечи, бронепровода, катушки, которые могут покинуть в любой момент свою роботоспособность. Так что же такое качественная подготовка к путешествию? И как вообще определить рамки этих подготовок? Ведь кто-то просто делает ТО перед выездом из дома, а кто-то готовится как экспедиции на Северный полюс. Мой опыт путешествий по миру говорит о том, что везде, где есть люди, везде будет помощь. Какая бы поломка ни случилась, всегда можно найти сервис или мастеров, которые помогут с любой поломкой. Ведь машины тоже везде есть. И совершенно необязательно уметь чинить машину самому. Нужно только понимать, что во всех странах разный подход к обслуживанию машин. Так, в Непале, при просьбе осмотреть машину, механики только продувают радиаторы и воздушный фильтр. Потому что дороги там с невероятно мелкой пылью. Все остальное, это уже не ТО, это мелкий ремонт. Оставляй машину, приходи через пару дней. А в Таиланде, например, на мою просьбу сделать диагностику ходовой, мне подняли желтого на подъемник. И после беглого осмотра глазами, просто кулаками и ладошками постучали по рычагам. Выдав мне. Все ок. Ни проверки под нагрузкой, ни отжиманий монтировкой, ни проверки ступиц. Ничего. И это при том, что сервис был не случайным, а вроде как очень рекомендованным, который специализируется на обслуживании именно джипов. Поэтому совет первый. Хорошо бы знать особенности эксплуатации именно вашей машины. Какие у нее есть проблемные места, которым стоит уделить внимание каждый раз при осмотре. Возможно даже имеет смысл составить свой чек-лист, а затем по пунктам проходить его в каждом сервисе. Возможно имеет смысл взять с собой специнструмент, с которым могут быть проблемы. Так, я уже давно взял за правило ввозить с собой пистолет с гибкими насадками для шприцевания подвески. Дело в том, что в Хаммере 11 точек, и подвеску рекомендуется смазывать каждые 10 тысяч километров. Еще я подумаю ввозить с собой конус для балансировки колес. Каждый раз поиск нужного для Хаммера конуса превращается в длинный квест. Специнструмент это, наверное, второй мой совет. Отдельная история запчасти. Очень сложно объяснить механикам, что для тебя важен запас хода запчасти. В большинстве сервисов, что за границей, что у нас, приговаривают запчасть только когда она выходит из строя. Мне такой диагностики мало. Вообще у ребят довольно своеобразный ремонт. Я даже не понимаю, как они собирают такие джипы. Потому что каким-то чудом, когда они начали вешать в защиту днища, три болта начали прокручиваться. Три сразу. Мне даже не предложили нарезать резьбу, а они принесли фоам-ленту, которую мои синтептические всякие дела делали. Намотали на болт, сказали, вот временно мы тебе закрутим. Мне нужно, чтобы слесарь оценил состояние и прикинул, проеду я еще 10-15 тысяч километров без поломки с этой деталью или нет. Потому что мне нужно планировать все работы. А простой в дороге, как я уже говорил ранее, это просроченные визы, выброшенные деньги на отели, доставки и прочие сопроводительные расходы. Поэтому третий и, пожалуй, самый важный совет при подготовке машины к дальней поездке – сосредоточьтесь только на тех запчастях, которые могут надолго обездвижить вашу машину. Ну а в остальном, главное помнить, что все неприятности решаемы. Главное – правильно относиться даже к поломкам. Ведь что это, как не приключение? Так как очаги ржавчина многочисленная, поэтому решили в дополнение обработать кислотой, чтобы вытравить ее по максимуму. Все, насос у нас готов. Последний сальничек поменяли. Теперь чуть-чуть наведем марафет и можно будет ставить. Вот у нас подставочка «Слюберец» подъехала. Все покрасили. Сейчас будем перемещать поближе к машине. А у нас тут готовительная работа – нанесение антифора. В такой объемной работе, когда каждая минута на счету, не могло обойтись и без неприятностей. По кузову был сделан полный антикор. Даня, кстати, в этом плане постарался. Молодец большущий. Все очень красиво зачистил и обработал. Я думаю, что это его большой плюс. Его большая заслуга, что кузов был приведен в порядок. Там отдельная история была. Я занимался антикором именно с кузовом. Кузов стоял на подъемнике. Мне нужно было счистить все старое, все, что уже подверглось коррозии. Старые антикор остатки удалить. И на момент нанесения нового антикора я залез головой в только что нанесенный слой антигравия. Пришлось в 2 часа ночи ехать искать парикмайкерскую, которую мне смогут подстричь, потому что ничем никак не смывается. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Позади 11 дней работ. До старта остается 4 дня. Машина все еще полностью разобрана. Раньше я просто волновался. Сейчас меня начинает охватывать паника. Не потому, что я не уверен в ребятах. Нет. Как раз таки я спокоен в том, что желтого соберут, так что лишней детали не останется. Начиная все работы, я очень надеялся на то, что ближе к концу у нас после сборки останется время для вдумчивой обкатки по городу. Еще до старта грантура. Ведь после такого нешуточного объема изменений за машиной нужно понаблюдать, поприслушиваться. Подвеску нужно переподтянуть всю, шланги и соединения проверить на всевозможные течи. Очень не хотелось бы столкнуться с этим всем в пути. Ведь грантур – это автопробег с очень строгим графиком. К тому же, национальный видеохостинг РТУ будет снимать реалити-шоу обо всех этих моих приключениях. Сейчас, вплотную подойдя уже к моменту начала сборки машины, я могу озвучить некоторые компромиссы, на которые пришлось пойти во время этого ребилда в непосредственном процессе всех работ. Раму машины я еще не скоро увижу в таком разобранном виде. Будь у меня времени побольше, я бы обязательно позаботился о том, чтобы и внутри нее сделали пескоструйную чистку. Это вопрос правильных насадок, которые очень мало у кого есть. Сейчас пришлось отделаться только химической обработкой ее скрытых полостей. Двигатель и коробка. Тут все одновременно и понятно, и сложно. С одной стороны, вот они, снятые уже. Можно частично перебрать, сильно сэкономив в дальнейшем, но так как я и сам не понимаю текущих расходов, закапываться в такие вложения я уже не рискнул. Мне удалось выкроить время и на то, чтобы решить проблему по кузову под ковриками и в арках. Также все уже было разобрано и на ладони, но у нас не было даже лишнего часа, потому что нерешенных проблем хватало и без этого. Все еще не решен вопрос с текущей крышкой раздатки. Новых не бывает, а бэушных так и не удалось найти после недели поисков по всей стране. Вот с таким багажом переживаний я вступаю в финальную стадию всей этой грандиозной авантюры. Смотрите в следующей финальной серии. Успеет ли команда собрать желтого обратно до старта гранд-тура? Слушай, Влад, а ты не против будешь, если у тебя мотор будет не спереди, а сзади? Что такое женитьба на сленге автомехаников? И как сложилась судьба машины во время обкатки через всю страну до места соревнований на поверхности замерзшего Байкала? И, наконец, мы с вами ознакомимся с полным перечнем выполненных работ и узнаем, во сколько обойдется Владу ребилд такого масштаба. Друзья, если вам понравилась серия и вы неравнодушны к судьбе желтого, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Это поможет алгоритмам ютуба продвинуть его еще выше, а каналу даст дополнительный стимул для роста. Как всегда, готов ответить на все ваши комментарии снизу под выпуском. И если вы еще не подписаны на канал, сейчас самое время сделать это, чтобы не пропустить продолжение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!